Приветствую вас, Дарья. У меня, вы знаете, сложилось впечатление, что вы в какой-то момент подавили свои чувства. Начали подавлять свои чувства. Собственно, именно так депрессивное вот состояние, да, и образовывается. Человек начинает подавлять себя, свои чувства, начинает всё обесценивать. Собственно, вопрос, почему так происходит, почему человек обесценивает, связан с индивидуальными особенностями. Кто-то это делает из-за, ну, точнее, не из-за, а вот, по причине защиты психологической. Ну, то есть, для кого-то это психологическая защита, для кого-то это вот именно такой вариант психологической защиты. Вот. Тут, конечно, важный момент заключается в том, от чего от чего от чего нужно защищаться, вот, психологически. что если мы говорим не отason защите blocat но там очень такой важный момент. У кого-то это связано немножечко с другими аспектами, то есть у кого-то это связано больше с определенной жизненной позицией. Есть еще варианты различные конечно же. Пречислять их можно долго. Например, что-то вы могли вполне взять от своих родителей, что-то вы могли вполне перенять от своих родителей. Вот если они как-то вот приложили руку к тому, что вы сейчас ощущаете. Я бы на самом деле поработал бы здесь с вашими чувствами. Я бы в первую очередь как-то вернул бы ваши чувства, наверное. В первую очередь вернул бы ваши эмоции, которые вы обесценили. Вот сами. По какой-то, по какой-то вот причине, да. Ну может быть заново научились, вы бы научились прислушиваться к себе самой, к своим желаниям. Вот. И так далее. Заново. Или вот это все заново. Я бы предложил бы здесь проективную методику. Вот. То есть, что такое, ну что такое в данном случае проективная методика, да. Это когда, ну по факту это работа с ассоциациями, да. По факту это когда человек, значит, опираясь на какой-то материал, значит, таким образом выявляет свои скрипты. Ну скрытые свои трудности, скрытые свои проблемы. Другим путем к этому он прийти бы не смог. Я думаю, что имеет смысл вам вспомнить о том, с какой целью вы приезжали в другую страну и выходили замуж. Ну вот, потому что все это вы делали. Ну я, явно, нет. А, просто так, что у всего этого, явно были причины. Вот. И вы сами пишете о том, что у вас были, ааа... ну, были, были определенные желания, были определенные стремления, все это у вас было. Вот. А потом, куда-то все это испарило. Я думаю, что, эм... вряд ли. Эм... это все... как-то вот, эм... эм... само по себе... Я думаю, что произошло это в результате вполне себе таких нормальных и естественных в вашем случае событий. На которые вы просто в силу ряда причин не обращаете внимания. И почему вы не обращаете внимания на это? Ну, это вопрос, конечно, достаточно хороший. На это вам нужно обратить свое внимание на то, почему вы оказались в этой ситуации. Не менять что-то, а вспомнить, как вы пришли в эту ситуацию. Как вы не оказались в этой ситуации. Вот, в какой момент все пошло на приказах. Может быть здесь действительно адаптаться на новом месте, потому что вам как мигранту тяжелее. Вот. Может быть ситуация, ну, связана с чем-то еще, о чем вы, например, не подозреваете сейчас. Не потому что, скрываете или что-то такое. Нет, просто потому что вам это не приходит в голову. Но разобраться с этим моментом, безусловно, нужно. Потому что это, ну, важно. Это важная история. Что касается еды, что касается еды, то это, конечно, достаточно интересный, как мне кажется, момент. Потому что едой вы опять же от чего-то защищаетесь. Вот. Вопрос, конечно, только в том, от чего вы защищаетесь. Конкретно. Вот. В общем, в чем вы чувствуете угрозу. Вот. То есть, вполне вероятно, что вот ваше состояние такое, вот такое, оно появилось, как вот реакция на определенный, на определенное чувство угрозы, которое вы чувствуете и, возможно, чувствуете постоянно. Я, конечно, не знаю, но просто как вариант. И, соответственно, чтобы из этого состояния выйти, нужно найти, вот, наверное, в буквальном смысле этого слова найти ваши чувства. То есть, поискать их, найти то, что вам важно, посмотреть, что не так, да, то есть, что вы себе подавляете и почему. Вот. Возможно, обратиться за помощью к врачу, если у вас это, ну, довольно сильно, если у вас это, если у вас, ну, сильное состояние такое вот депрессивное, да. Вот. И тут нельзя в никаком случае пренебрегать врачебной помощью, потому что психотерапия эффективна не всегда. Бывают такие случаи, когда человек для психотерапии не готов. Бывают такие случаи, когда для психотерапии человек просто, ну, просто вот, нет возможности у человека заниматься психотерапией, да. Опять же, это не плохо, это вот, ну, это такой факт. Дальше. Значит. Так, у меня пропал на деле в жизни, четыре года назад я переехал в другую страну и вышел с вами, давно стало замечать, что я нахожусь в пассивном состоянии. Решила, что у меня депрессия, как это обычно бывало. Ну, не очень понятно, что значит, как это обычно бывает, у кого обычно бывает, с кем обычно бывает, что обычно бывает. Вот. Вы говорите, что четыре года назад переехали в другую страну и вышли замуж, ну, соответственно, чего-то вы, наверное, хотели, когда переезжали в страну и выходили, собственно, замуж. Вот. Поэтому здесь опять же, ну, в какой-то степени вопрос, наверное, будет к вам, да. То есть вот, когда вы приезжали в другую страну, выходили замуж, ну, мне лично хочется верить, что это была ваша активность, именно активность. И, соответственно, если это была активность, то давайте разберем, в какой момент, например, результат этой активности или процесс этой активности перестал вам нравиться, перестал вас удовлетворять, перестал привлекать вас, ну, всякое такое, да. То есть это очень, вот, на мой взгляд, важный момент, на который вам нужно обратить внимание. Потому что, вот, в какой-то момент вы, ну, грубо говоря, переключились, вот, в какой-то момент. Была активность, бла-бла, а потом что-то пошло не так, вот. Ну, вот я бы хотел, я бы хотел вот эту, этот момент, да, момент приключения, я бы хотел найти, честно говоря. Вот, я бы хотел момент, когда у вас началось такое состояние, что ему предшествовало, да. Это, например, либо невозможность реализоваться, это проблема в отношениях, допустим, ну, с вашим мужем. Это ещё какие-то, может быть, трудности, вот, нужно выяснить, нужно выяснить. Потому что, ну, всё это вот не просто так. Дальше, значит, получается некогда ощущение тоски, печали, какой-то непонятный боль в груди, доводит до слез, я не выбираюсь из кровати. Ну, это больше физически состояние. Вначале я списывался на социальную дезадаптацию, новое место, отсутствие знакомых, только муж, и они с кем не общаются. Друзей у меня здесь нет. Из-за языкового барьера, да и в принципе, я благоусь, конечно, схожу с новыми людьми. Ну, здесь вопрос про ваши ожидания, да, то есть, понятно, что языковой барьер, вот, понятно, что языковой барьер присутствует, да, это, ну, это нормально, это, в данном случае это вполне понятно. Вот, ну, непонятно, то, как вы всё, ну, как вы к этому относились, да, то есть, непонятно, чего вы ожидали, грубо говоря. То есть, ну, вы ожидали того, что у вас не будет таких, ну, таких проблем, вы ожидали, что у вас всё будет по-другому, иначе, вот. То есть, ну, постарайтесь как-то этот момент пояснить, как же ваши друзья из страны, где вы жили до переезда, с ними как вопрос обстоит. Далее, я плохо скажусь с новыми людьми, пишите вы, я думаю, что этот момент тоже нужно осмотреть. Вот, то есть, с чем, или с чем связано то, что вы тяжело сходитесь с людьми. В общем, вам это сложно, вам это тяжело, вот, или что, в чем здесь проблема. Так, значит, занятий нет, я не работаю, только мелкие дела по дому, в которых мы говорим по ответственным дням, и если мне нужно в магазин. Ну, опять же, вы переезжали, такое ощущение, что слепую, да, то есть, вы ничего не приготовили для своего переезда, не совсем понятно, опять же, субъективная сторона этого. Еще в начале переезда у меня были какие-то цели, желания попробовать, по-вот, на курсе даже вместо возвращения домой приносили радостную часть, все изменилось. Я даже не заметил, когда пристал что-либо чувствовать, ну, вот, нужно этот момент отыскать. По поводу того, что у вас были какие-то цели и желания начать что-то новое, опять же, это нужно было четверто сформулировать. Дальше, жалость, дальше жалость, жалость к себе у вас, имеет место быть, вот, а ее тоже нужно разобрать, да, что такое жалость к себе. Ну, грубо говоря, грубо говоря, жалость к себе сводится к идее о том, что человек находится не на своем месте. и то, как с человеком поступили, то в какой ситуации человек оказался это, вообще-то говоря, несправедливо и так быть, но, вообще-то говоря, не должно. Вот, а что такое жалость к себе в данном случае, в данном контексте. очень важно, чтобы вы сами для себя этот момент уяснили. почему я себя жалею. А с чего, с чего я себя жалею. Как у меня, вот, ну, вот, получилось так, да, что я себя жалею. Как я пришла к тому, что я себя жалею. С другой стороны, с другой стороны, не менее важной стороны, жалость представляет из себя такую потребность в любви. То есть, человек нуждается в любви к себе, вот, а не может ее по ряду причин проявить, и начинает себя жалеть. Ведь, опять же, уникальный вопрос о принятии вами самой себя, если можно, конечно, так выразиться. Вот. Вопрос принятия себя очень важен. Дальше. Пойдем. Так. Секундочку. Так. Вы пишите, значит, так, велел себя сейчас даже не могу заставить себя что-то делать, заставить себя о чем-то мечтать, как это мотивируется, кажется, таким бессмыслом. Ну, вот, экзистенциальный город, это, опять же, ну, то, что я потеряла смысл, да, это, вот, ну, необходимо помочь вам этот смысл найти. И, для этого, применяется экзистенциальная терапия, ну, вся, вот, так, что, это процесс, это не очень быстрый процесс, но это процесс, то есть, именно находение смыслов, вы же, вы почему-то пытаетесь себя засоловать, вот, вы засоловать себя. вы каши особой не сварите, вот, ну, просто, просто, потому что бессмысленно, бессмысленно, бессмысленно себя заставлять, вот, э, э, там, что-либо делать, если вам этого не хочется. вот, вот, а вы себя, ну, отчаянно, кстати, заставите, вот, вот, такой, вопрос, к вам, там, собственно, на, а, почему именно заставить, не, там, что-то я хочу, да, а именно заставить. это, вот, вопрос вашего, отношения, можно сказать, к, э, самой, свой, с, а, в себя. Ох ты. Дальше, э, так. Еда, про еду, скажу. А здесь, кто-то дадет мне хороший совет. Ну, э, я бы сказал, вам, здесь, так, что, э, значит, Психологи совет не дают, а вот мы не занимаемся советами. Вот. В большей степени мы работаем над тем, чтобы помочь человеку как-то вот, значит, ну как-то вот лучше, да. Себя понять, как-то лучше себя осознать, вот, как-то лучше находиться в таком вот контакте с собой, вот. Ну, нет. Ну, ни в коем, ни в коем случае, нет. Давай советам, потому что ничего хорошего в этом, в принципе, нет. Надеюсь, вы понимаете и отдаёте себе вот этот маршрут. Дальше. Дальше. Так, значит, я знаю, что нужно сейчас от себя выйти из зоны комфорта, которая тебя замуровала. Ну, опять же, даже если вы себя замуровали в зону комфорта выезде, вы это сделали для чего-то, вы это сделали почему-то и, соответственно, пока не разберётесь, зачем вы это для чего, ну, ситуация не изменится. Нужно найти себе занятие и ставить, ставить станет лучше. Да нет, 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 опять же, нет. Я не очень понял, откуда вы всё это взяли, почему вы так считаете. Ну, занятие вашу проблему я боюсь, по крайней мере, не решить. Вот, может быть, отвлечёт, не решит. Опять же, например, какое занятие и как-как, да. То есть, если вы себя будете заставлять, например, то совершенно точно ничего этого для вас не решит, не решит. Совершенно точно. Совершенно. Ну, вот. Так что, тут нужно, тоже, так, подходить к, ну, к этому вопросу, достаточно аккуратно, вот, и серьёзно. Так что, здесь вы себя, вы себя. Ага, рискуйте, опять же, обмануть. Вот. Моя проблема с носом, я не могу себя заставить, моя рука опыта, я не желаю других способств. Как ставить именно с решением пацата? Ну, её нужно раскрыть. Пацата – это обесценивание, это подавление себя. Нужно, эээ, как раз таки уменьшить, ээ, влияние этого. Эээ, значит, так. Я знаю, что у меня что-то делать, но как? Ну, опять же, нужно – это не хочу. Нужно – не значит – хочу. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok